Приветствую друзья, с вами Зидыч и сегодня у нас будет первый выпуск рубрики ответы на вопросы. И первый вопрос прозвучал от Кирилла Воеводина, когда понерфят немцам снаряды. Кирилл, на самом деле нерфить снаряды немцам не стоит, потому что они настроены справедливо. Взять например пушку МГ-151-20, там имеются менинги-шоссы, то есть это фугастые зажигательные снаряды с очень хорошим уроном за счет того, что там имеется большое количество взрывчатки. Да, они наносят очень хороший урон, но с другой стороны у них не слишком удобная баллистика полета снаряда. Также имеются МГ-151-15, вот там как раз таки очень сложно сбить противника на проходах, потому что урона явно не хватает. Но так оно и есть, так оно и было. Есть и пушки как бы МК-108 с тяжелой баллистикой, МК-103, вот как раз новые пушки, которые стоят на Хортоне. Ну и все, я считаю, что да, они такими должны быть. Далее вопрос от Коляна Бика. Когда немцев апнут? Колян, на самом деле, если брать историческую сторону, то немцы 4-го, скажем, ранга действительно имели сложности, потому что авиация изюзников их превосходила уже по ЛТХ. И здесь вопрос скорее в другом. Как балансятся самолеты немецкой авиации, скажем, 4-го ранга в нашей игре? И здесь неприятный момент то, что они, например, Курфюсты, там, Г-10-ые воюют против Беркетов после военных самолетов. Потому что Беркет превосходит тот же Курфюст и в маневренном бою, и по прямой он очень хорошо жарит. Курфюст может уйти от него разве что в пикировании. В вооружении тоже Беркет лучше, потому что у него 4 одинаковые пушки. И как-то контролировать процесс стребы значительно проще из-за одинакового вооружения. То это да, это важный вопрос. Сейчас, конечно, ситуацию несколько исправили за счет того, что немцам дали Атемпос, один из лучших самолетов как раз-таки в нашей игре 4-го ранга. И жизнь стала немцам попроще на 4-м ранге. Но тем не менее, там как бы бывает, что попадаются свистки, что у них старые и прочее. И, соответственно, ситуация снова непростая. Так что об этом можно говорить долго. Но немцев апать точно не будут. То есть здесь вопрос скорее баланса, а не каких-то неправильных настроек немецкой авиации. Она настроена, я считаю, правильно. Тут нужно именно с балансом работать. Дальше вопрос от Максима Пузанова. Когда британцами... А, как британцами уходить от лобовой против советов? Ну, если брать, например, противника в виде яка, у него очень хороший крен. А вот на спидвайерах крен так себе. Но зато отличные рули высоты. Здесь нужно делать снижение под противника. И как только вот как раз происходит атака от яка, сразу делать крен в сторону, влево или вправо. И тянуть ручку на себя. То есть постоянно ломая траектория, делая таким образом размазанную бочку. Вопрос от Артёма Саркисяна. Как сильно влияет прокачка перка и перезарядка у заряжающего? Очень серьёзно влияет. Как мне показалось, процентов на 20. Более точно не скажу, нужны тесты. Но вот во время перестрелок это ощущается. Особенно если с первого, так сказать, попадания нет пробития. Ну, просто перестреливаешь противника за счёт того, что у тебя перезарядка процентов на 20, даже может на 30 быстрее. Это при асе. Далее вопрос от серии Шпилевой. Надеюсь, правильно прочитал. Как сильно будут дамажить танки США? Основной калибр американских танков 75-76 мм или же даже 90. Но есть более даже суровые пушки. Будут уникумы и со 105-мм пушкой. Например, Шерман с Гаугасой. Я думаю, что это один из самых любимых будет танков многих игроков, которые прокачают американцев. Но самым страшным орудием будет вооружён тяжёлый американский танк топовый М-103. Там имеется пушка 120 мм. Стандартным снарядом будет пробитие примерно с километра 220 мм брони. Но самое страшное именно будет творить кумулятив. Потому что кумулятивные снаряды этой пушки имеют бронепробитие 330 мм с любой дистанции. То есть, тотальный нагиб. Далее вопрос от Павла Косаренко. Почему Ил-28 долго держали из-за того, что ему не было противников, а М-103 сразу выпускают? Потому что если не выпустить М-103, который действительно существовал, американцам именно в ветке тяжёлых танков нечем будет воевать. И вспомнить, например, картошку. Они вообще там вводили бог знает что, Крайслеры. То есть, фирма Крайслер разрабатывала 110-ки разных модификаций, Е4, Е5. Их даже и прототипов не существовало тупо на бумаге. То есть, в данном случае Гайзина вводит исторически существовавший танк М-103, который действительно был на вооружении Соединённых Штатов. И не вести его просто нет смысла. С другой стороны, что да, я согласен, что М-103 будет крайне опасен, потому что у него отличная башня и, соответственно, очень мощная пушка с мощным пробитием. И если грамотный игрок будет работать именно от башни, я не знаю, что можно противостоять этому танку. То есть, я не берусь ответить, но да, я считаю, что он будет нагибать. Вот, посмотрим, что придумывают Гайзины в данном случае. Но вообще танк историчный, и он существовал, его вводить нужно. То есть, единственное, как будут по балансу думать и какую технику ему противопоставят. Здесь уже сложный вопрос. Далее вопрос от Андрея Яковлева. С каких крафтов возобновить полёты в РВ после полугодичного перерыва? Что сейчас полуимба? Ну, полуимба. Я тебе могу сказать, что вот как раз-таки в патче 1.43 очень много шума надел TigerCat. Самолёт, который имеет БР-5 с лишним, а самолёт 45-го года, я считаю, что он крайне, так сказать, опасен. Ему бы, конечно, ну вот, на мой взгляд, БР немножко поднять, чтобы он хотя бы чаще попадал именно к Беркетам, к Темпестам. Таким самолётам как раз примерно Ла-9 и прочее. А вот меньше напрягал более ранние самолёты. Потому что ребята говорят, что он даже КИ-61 попадает, не пушечным. Я не знаю, возможно ли это. Даже нам будет посмотреть. Далее вопрос от Артёма Юшкевича. Когда хотя бы деф на патче 1.45? Ну, я могу сказать, что скорее всего к декабрю. То есть где-то вот к декабрю всё будет. Дальше вопрос от Александра Швырёва. Хочу продолжение боёв на виражах. Будет продолжение, видишь, как много очень всего произошло. День рождения как раз нашей игры, именно в стадии ОБТ. Два года исполнилось недавно. Да и как раз патч 1.43. Потом в будущем будет... Точнее, в скором будущем будет патч 1.45. Соответственно, много очень событий происходит. Все что-то делают. Ну и, соответственно, я тоже, как бы, сделаю бои на виражах. Потому что я полностью, видите, сосредоточен на Вартубе. На постоянные видео, как бы, стараюсь время больше тратить. Но бои на виражах тоже будут. Но в новом формате, как было и с Коврой. Далее вопрос от Человек-Слова. Изменит ли боевой рейтинг Т-50? Не думаю, что его изменят. Раньше у него был... Ну, раньше он был реальный имбой, я сейчас скажу. У него очень был низкий боевой рейтинг. Если я не ошибаюсь, он был 2.3. Сейчас его сделали 2.7. И то, даже с таким БР можно более-менее, как бы, гнуть. Я бы даже сказал, хорошо гнуть в умелых руках. Так что я считаю, менять ему... Занижать снова БР не стоит. То, что ему повысили БР, это правильно, это справедливо. Потому что иначе это просто был тотальный нагиб. Дальше вопрос от Коли Колесник. Какой примерно БР будет у М4А1? Ну, я подозреваю, так же, как у Пантеры модификации Д. То есть, где-то в районе пятерки. Третий ранг будет как раз у этой машины. Но это мое предположение. Вопрос от Тимофея Саликова. Чем увлекаешься помимо War Thunder? Ну, недавно на... Ну, это так вот, пока не увлечение. Просто, что я еще играю. Себе на телефон скачал Clash of Clans. Балуюсь вот иногда. А если серьезно, то... Ну, в общем, музыкой увлекался. Сейчас как-то подзабил полностью, сосредоточился как раз-таки на War Thunder. Очень много времени у меня уходит именно на игру. И других увлечений у меня практически нет. Вот. На данный момент. Лыжами увлекался. Вот сейчас будет зимний сезон, наверное. Все-таки похожу, побегаю. Потому что совсем захерел с этими компьютерными играми. А вообще, я считаю, ребят, что не стоит забывать и... Другой деятельности. Вот, например, немножко спортом нужно заниматься. Иначе это будет пипец. Дальше вопрос от Тимофея Саликова. А, вопрос от Саликова был, извините. Илья Петраков. Дим, хотел ли ты когда-нибудь связать свою жизнь с реальной авиацией? Илья, ну, честно сказать, поздновато для этого. До игры War Thunder, честно говоря, я об этом не особо думал. Вот. Мне нравилась авиация, потому что у нас в городе как раз базируются русские витязи. И, конечно, здорово. То есть, я знаком с одним из этих товарищей. Сколько они все делают. Как бы я был на разных мероприятиях, связанных с авиацией. Это все здорово. Но, конечно, с реальной авиацией. На данный момент, честно тебе скажу, связывать свою жизнь не хочу. Но, тем не менее, людей этих я уважаю. До глубины души. Да, они молодцы, потому что авиация это очень ответственное дело. И, блин, ребятам большой-большой респект. Так, дальше вопрос идет от Ромка Горшунов. Вот такое вот у него интересное имя. А, нет, извините. Давайте, сейчас я чуть перелистал. Серега Верещапин. Изит, планируешь ли ты стрим-дуэли со зрителями? Было бы интересно. Ну, стрим-дуэли со зрителями можно. Если будет интересно, если многие попросят, что-нибудь такое мы придумаем. Это, опять же, зависит все от вас. Как вы будете, сколько людей попросят. Разумеется, мы такое сделаем. Можно на стриме это сделать. Можно в виде отдельной рубрики как-то подавать. Если вам интересно, как бы какие-то моменты узнать из дуэльного плана. Вообще, для этого я делаю рубрику на официальном канале «Бои на виражах». Дальше вопрос Александра Небылова. Как добиться увольнения ответственного за баланс? Есть вариант просто взять, подать заявку как раз-таки к ребятам из Гайзин. То есть, вакансии там, я думаю, есть. И сказать, я хочу настраивать у вас баланс. И после этого, может быть, они, скажем так, возьмут. Да, конечно, понастраивай нам баланс. Сделай что-нибудь. Но если честно, то, блин, реально идеального баланса не бывает, ребят. Просто не бывает. Так что здесь бесполезно что-то придумывать. Вот. Есть и просто, как бы, самолеты или танки, которые реально... То есть, дисбаланс серьезно вносят. Их, конечно, нужно что-то там ненять баланс и прочее. Но прям выровнять идеальный баланс ни в одной игре еще не получилось. Ну, это такой довольно размазанный вопрос. Такой же ответ. Поэтому здесь, как бы, сами понимаете. Дальше вопрос от Андрея Суслова. И да, какого было на дне рождения War Thunder? Блин, было хорошо. Но, честно, я был там не в роли, так сказать, отдыхающего. Я очень-очень сильно устал. Потому что набегался туда-сюда. В целом, конечно, мне понравилось. Там комментировал два матча из трех. То есть, матч РБ вместе с Валерием Трэда. И, как бы, и в авиации, и в наземной технике. Когда, как раз-таки... Ну, на мой взгляд, было все самое интересное. То, что вот меня волновало. Потому что СБшники, конечно, серьезные верпилы. Но я не так увлекаюсь СБ режимом. Вот. Было, как бы, интересно много конкурсов. Разыгрывали классные призы. Ну, это, говорю, лучше я отдельно посвящу видео. Как будет возможность, как появится мне материал. Я, разумеется, видеофото сейчас сделаю. Пока давайте не будем об этом говорить. Дальше вопрос от Хранитель Маяка. Такой вот ник у него интересный. Не имя, фамилия, а именно ник. Когда баланс в РБСБ? Нужны изменения? Ну, вот лучше бы ты написал конкретные предложения. А просто, знаешь, нужны изменения. А какие изменения, непонятно. Еще раз говорю. У каждого свое представление о балансе. Вот у меня, например, я считаю, например, Швальбу чуть нужно понизить, да? Вот. Я считаю, что немножко нужно понизить Г-10. Повысить Тайгер Кэт. То есть, понимаешь, нужно конкретно что-то говорить. А это все размазано. Так что, Хранитель Маяка. Я не совсем понимаю, что именно нужно понизить, повысить и как это прокомментировать. Вопрос от Кирилла Шабанова. Изидочка, да? Стрим-шоу на Орлы. Ну, я думаю, сделаем перерыв после 18 октября. Тьфу ты, октября. Ноября, извините. После 18 ноября, думаю, сделаем. Как раз мне нужно улететь, будет на 3 дня. С 15-го на 18-е. После этого можно будет что-то делать. Вопрос от Роберта Бадулина. Какое интересное имя и фамилия. То есть, в компоновке. Когда сделают нормальную рабочую подвеску у танков? А то катки, отдельные открепления получаются. И, ну, при движении по неровностям. У самолета вроде тоже так. Надо проверить. Здесь я согласен. Есть такая ситуация. Могу лишь предполагать, что вряд ли это будет сделано к патчу 1.45. Думаю, это все исправят лишь в следующем году. Вопрос от Архана Касумова. Будут ли у американской ветки бело-фосфорные снаряды? Ну, такими снарядами, насколько я знаю, были укомплектованы командирские машины М8. Но на танке такие снаряды я не припомню. И вообще сомневаюсь, что их ведут, если честно. От них нет особого смысла. Они будут поджигать, но они никого не пробьют. Так, следующий вопрос от Ромка Горшунов. Когда выйдет геймплей? Что там бум-бум, тра-та-та, экшен, мустанги, прикрывают струб бобров, пью-пью и 20 на 20 человек в бою? Я тебе скажу больше, насколько вот Гайзины, по-моему, кто-то заявлял. Там бои будут гораздо более даже массовые. То есть у них есть возможность это подкрутить. Лишь бы компьютеры не просели, так сказать, не залагали. Но вообще, я понял, это связано с событиями. Я думаю, такие события будут. Но сейчас именно, знаете, такой задел делается именно в сторону наземной техники. Сейчас нужно, как бы, ну, я так понимаю, Гайзины сконцентрировались именно на том, чтобы допилить геймплей и режимы для наземной техники. Чтобы сделать более интересно все и привлечь больше аудитории. Пишет Александр Шикунский. Почему у Фоки А5, у 2, опять подняли БР, ведь она, мягко говоря, и так. В РБ не слишком нагибало. Ну, не знаю. Вот как раз-таки А5, она из Фок довольно-таки маневренная, я считаю. Как бы, в принципе, ее подняли, но можно нагибать. Ну, это уже вопрос, как бы, навыков. Так, Сергей Медведев. Какие у тебя стоят настройки в игре? Ну, кино, конечно. То есть, только кино. Дальше пишет МитВан. Почему не сделали легальный просмотр броневых модулей у самолетов, а только через баг? Надеюсь, ты знаешь о чем. Да, я понял, была такая ситуация, когда вот можно было с помощью бага переключиться и посмотреть, так сказать, модули самолетов. Вообще, согласен, можно посмотреть, сделать такую вещь, потому что мне, например, было интересно посмотреть, где находится конкретно в баге, например, в тех же Б-17. Прям четко знать, куда стрелять. Но это забавно, интересно, я считаю, надо бы, надо бы сделать. Мне понравилось, например. Данила Морозов пишет. Когда новый патч? Подозреваешь, что под Новый год прям бой курантов, все дела, там 12 часов, и хоп, магия срабатывает, выходит патч 1.45. Ну, я так подозреваю, я просто вот был на ответах разработчиков, то есть, да, вот разработчики отвечали на вопросы, и Кирилл там, и Антон там были, другие разработчики, и как-то все прям пришло к тому, что вот прям под Новый год все это, скорее всего, появится. Следующий вопрос от Сергея Козлова. Изидыч, говорят, шваки перестали народом дамажить, правда ли это? Блин, да, их немножко понизили в уроне, но это справедливо. В принципе, то же самое, как и с немецкими пушками. Ну, реально, немецкие пушки, они должны дамажить лучше. Это факт. Шваки сильно дамажить не должны, но у них должна быть хорошая болезнь каплата снарядов, и это все, по-моему, соблюдено. Целый год это все даже больше перенастраивали, и я, так вот, фу, дай бог, сейчас уже все вроде бы нормально. Тимур Малько пишет. Изиды, какой советский самолет гнет? Как по мне, Як-9Т. То есть, третий ранг, берешь Як-9Т и просто всех гнешь. По-моему, вот мой любимый самолет, и он всех накипает. Следующий вопрос от Саша Аболенсков. Или Аболенсков, извини ей. Может быть, неправильно, тут ударение не указано. Здравствуй, Изидыч. Так какое вооружение лучше, по-твоему, 8 раунингов или 3 МГ-151? Ну, я бы выбрал 8 раунингов, потому что легче будет попадать противнику, особенно если самолеты довольно маневренные, да, там резкий уход от противника идет именно в вираже, то на раунингах попадать легче. Скорость полета пули выше и, как бы, баллистика очень удобная. Разумеется, 3 МГ-151, они наносят больше урона, но попадать будет сложнее, именно в маневренном бою. Если атаки на проходах, однозначно МГ-151, 100%. То есть, это все зависит еще от самолета, на котором это все будет установлено, понимаешь? Вот. Дальше вопрос от Миши Фарафонова. Почему у японцев такие медленные пули? Ну, вот сам по сути, японцы, у них вообще нормальных пулеметов не было, у немцев тоже были не очень хорошие пулеметы, но хуже только у японцев. Потому что, например, вот как раз-таки вот взять Ки-61 Отсу. Там пулеметы вообще брали ранние браунинги, итальянские пули, и, соответственно, получались недопулеметы. Медленные, ну, как бы, баллистика пули была не очень, пули медленные, урона мало. Ну, просто у них реально, говорю, старые американские браунинги переделали под пули вот от Брэда. Вот такая фигня и получилась. Так что здесь ничего не поделаешь, они такие были печальные. Дальше вопрос от Роберт Несто Марли. И, пожалуй, это последний на сегодня вопрос. Когда планируется введение флота? Будет ли ЗБТ и как туда попасть? Буду признателен. Флот будет, я думаю, не раньше, чем в конце следующего года, потому что, опять же повторюсь, сейчас все ориентировано на то, чтобы наделать наземную технику. Но поверьте, наработки и планы по флоту уже есть. Я общался с разработчиками, немножко мне так приоткрыли зарису тайны. Есть там наработки, есть планы, разумеется, есть еще четкая линия и даже есть сюрприз для игроков. Там, как бы, будет, скажем, очень классно проработаны именно там волны, там будут все как положено. Я видел просто слив с альфы картошки, но, скажем, небо и земля в плане графики и возможностей погодных условий наша игра будет намного впереди. Тут вопрос в другом даже. Как она будет выглядеть? Потому что я, например, кроме как аркадный режим во флоте ничего не представляю. Потому что если взять реалистичные бои и ввести флот, это будет полная задница, скажу как есть. Вы представьте, корабль полчаса будет разворачиваться, чтобы там изменить курс. Это бред. Поэтому я вижу флот лишь в аркадном режиме, не более. Ну, пожалуй, я думаю, на сегодня все. Я надеюсь, вам ответы на вопросы в первом выпуске понравились. Мы будем над этим выпуском работать. Если вам это интересно, разумеется, мы будем продолжать. Попрошу подписываться на канал, ставьте пальцы вверх и задавайте свои вопросы как раз-таки на будущий выпуск. Всего хорошего, ребята, и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok